здравствуйте ну вот пришла хорошая новость у нас меняется пока то есть зверства которые были раньше в статье 5 в части претензионного порядка они в общем-то как-то смягчаются у нас это связано с появлением федерального закона от 01 07 17 номер 147 фз который вносит изменения в арбитражный процессуальный кодекс в часть 4 и то есть статью 4 и статью 99 ссылку на материал я дам но вот то что видно как бы из изменений так у нас гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованию возникающим из договоров других сделок вследствие неосновательного обогащения могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 дней со дня направления претензий если иной срок или порядок не были установлены законом или договором то есть в этой категории дел претензионный порядок 30 дней если договором иное то иное если законом предусмотрено иное то иное а вот дальше у нас иные споры возникающие из гражданских правовых отношений передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения до судебного порядка урегулирования спора только в том случае если такой порядок установлен законом или договором то есть если у вас по иным категориям договором предусмотрен обязательный претензионный порядок но вперед если не предусмотрен и закон но чаще всего закон об этом не говорит соответственно в полный рост подаем иск и не начинаем судиться вот в общем то наверное все самое интересное из этого закона вытекающее но конечно когда стороны обязали 30 дней ждать ответа на претензию от компании которая активно сливает свои активы допустим да ну наверное это как-то неправильно но вместе с тем в статье 5 у нас то есть статьи 4 части 5 у нас остается момент когда по конкретным требованиям допустим обзыскание денежных средств по требованию возникающим из договоров да то есть есть договор тебе должны по нему деньги ты отправил претензию ну и жди все что можешь сделать чтобы обезопасить себя от длительного претензионного порядка это предусмотреть иной срок для рассмотрения претензии для соответственно соблюдения претензионного порядка ну допустим 10 дней здесь еще эта ситуация будет ну куда не шло вот поэтому ну это лучше чем было конечно но вместе с тем это не совсем то чего бы хотелось на мой взгляд максимальный срок который должен быть в претензионном порядке 10 дней с учетом скоростей с которыми могут сливаться актива вот а запретительные меры ты можешь просить естественно только после того как ты соблюдешь уже этот порядок и соответственно ну помимо всего прочего возникает вопрос о том сможешь ли ты добиться результата с этими обеспечительными мерами да в плане того удовлетворит суд или нет но если удовлетворит будет ли что прихватывать вот поэтому такая вот интересная информация я дам ссылку на данный федеральный закон поэтому на сейчас все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал